Такую картину во французском городе Кале увидишь нечасто. Обычно мигранты пытаются забраться в проезжающие фуры по ночам. В последнее время они делают это всё более явно. В частности, для полиции, которая тут же поспешила отогнать людей от оживлённой трассы. В этом городе скопились тысячи нелегальных мигрантов из Африки и из Ближнего Востока. Все они ждут возможности перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Считают, что там условия для беженцев лучше. Они пробираются в багажнике грузовых фур, на паромы или в евротоннель, соединяющий два государства. В последнее время французские власти усилили охрану порта, а также объявили о намерении построить стену по обеим сторонам дороги. Они также планируют снести стихийный лагерь под названием «Джунгли». Возможно, по этим причинам мигранты активизировались. В среду они вступили в стычки с полицией возле шоссе, а также у порта. Ещё в июне мигрантов в джунглях было 4,5 тысячи. Сегодня, по данным властей, 7 тысяч. Правозащитники считают, что 10 тысяч. Недавно министр внутренних дел Франции объявил, что лагерь снесут, а людей переселят в официальные центры по всей стране. Их было построено 164. «Эти 164 центра позволят разместить 5 638 мигрантов. Это решит проблему и избавит нас от лишних сложностей и напряжённости. Наша цель – закрыть коле и сделать это так, чтобы всем людям, подпадающим под критерии, были обеспечены уход и кров». Он добавил, что большинство жителей джунглей имеют право официально запросить статус беженца во Франции и других странах ЕС. «В Кале от 6,5 до 7,5 тысяч мигрантов. Некоторые говорят больше. Они живут в ужасных условиях. И 80% из них соответствуют критериям на получение статуса беженца во Франции. Это не нелегальные мигранты или экономические мигранты. Их нельзя выслать из Франции или Европы, поскольку на родине они подвергались гонениям». Ну а вдоль шоссе, ведущего к порту, уже начали закладывать фундамент будущей стены. Её высота составит 4 метра.